Да. Намасте. Я хотела бы рассказать об одной удивительной гимнастике, которая на самом деле пришла в нашу страну 30 лет назад. Я о ней знаю уже где-то 4,5-5 лет. И стабильно я практикую 4 года. Мне вот шестой десяток. Чувствую себя великолепно. Ни одной хронической болезни нет, хотя было 7. И без одышки поднимаюсь. На какой я не знаю, но на 5 этаж я поднимаюсь спокойно, без одышки. Чувствую очень хорошо себя. И свои болезни я не буду перечислять, потому что хотела бы больше рассказать именно об этой гимнастике. Как она пришла к нам в страну? Эта гормональная тибетская гимнастика была известна в Тибете. И монахи в одном из монастырей, я не знаю, назвали эти монастырия, но не важно. В общем, они ее практиковали каждый день. Занимает она всего 5 минут. И она позволяет все гормональные железы всего тела поддерживать на достаточно молодом уровне, в районе 25-30 лет. И практически она увеличивает жизнь на 25-30 лет. Как она пришла? Значит, один советский начальник, будем так говорить, в советские еще времена, строил электростанцию там, в горах. И когда он протягивал веточку, вернее, провода тянул, то он увидел в горах монастырь, не очень большой. Ему стало жалко этих монахов, что они всю жизнь без света живут. И просто-напросто он им одну веточку протянул. И они когда увидели, какое благо к ним пришло, они так радовались и сказали, «Мы не сможем тебя отблагодарить деньгами, но мы тебе дадим то, что ты поймешь, оценишь только через 20 лет своей жизни». И когда ему тогда было 58 лет, сейчас ему 84. И он говорит, вот сейчас я могу рассказать. И он напечатал, дал свою статью в «Комсомольскую правду», где я и прочитала. Эта гимнастика, она настолько легкая, то есть нужно, единственное, проснуться до 6 утра. Это единственное, до 6 утра. И лёжа, но желательно не на мягкой постели, а так всё-таки, чтобы какое-то такое твёрдое достаточно основание было. Нужно поднять руки. И вот этими местами нужно просто очень сильно потереть друг от друга. Одновременно в течение вот этих нескольких секунд, буквально 5-6-7 растираний, вы делаете диагностику о том, какое у вас биополе на данный момент. Если это сухо и горячо между ладошечками, значит, у вас всё в порядке, хорошо. Если это тепло, и вы никак не можете растереть руки до горячести, биополе снижено в два раза. Если это вообще никак не нагревается, это место, и даже ещё влажность появляется на ладошечках, это говорит о том, что у вас очень сильно велика сосудистая бистония, и на биоэнергетическом уровне произошёл какой-то срыв, вам нужно срочно восстановиться. Причём эта гимнастика как раз и поможет в этом восстановлении. То есть какие бы ладони не были, всё равно нужно дальше продолжать. То есть после диагностики, вот дальше мы продолжаем зарядку. Сначала надо первое, ручки потереть. Да, потереть руки первое. Немножко. Да, вот буквально, ну я говорю, 6-7-5. Вот так. Вот затем этими горячими местами мы кладём на глазки, на глазные яблоки, и не отрываясь, начинаем вот так вот. Прижимать. Надавливать. Надавливать. Надавливать, да. Одна секунда, одно движение. И таким образом 30 секунд, 30 движений. Причём нужно именно считать. И даже ещё вы не проснулись, и глаза у вас всё закрытые. Это ничего. Когда вы начинаете считать до 30, вы начинаете просыпаться. Уже где-то на втором-третьем упражнении вы просыпаетесь. Затем, если у вас плохое зрение, вы оставляете ладони так после нажатия 30, ну где-то на одну-две минутки. Просто вот так держите. И в этот момент идёт питание, энергетическое питание глазного яблока и всех рецепторов, которые на нём находятся. На радужке. Затем ручки переносите на ушки. А зрение улучшается? Зрение улучшается постепенно, не сразу, не быстро, но оно начнёт улучшаться. И вот у этого мужчины, 84 года, он совершенно без очков читал газету. Он видел вдаль. И у него даже волосы, в общем, практически не было седины. Хотя в 58 лет он был весь седой. То есть вернулся цвет, естественно, цвет волос. Значит, переносим на ушки. И начинаем, не отрываясь, так же надавливать уши. 30 раз. Точно так же. 30 секунд, 30 движений. Затем ручки вот так делаем спокойно. Калпашинечка, вот скажите, какие у вас были побочные, что может быть при этом? Да, да, да. Ну, это я потом хотела сказать, но можно сразу. То есть в течение двух недель начинает выползать все симптомы хронических болезней. И у меня на четвёртый день вот из этого места прям с болью вытягиваться стало. Я даже не могла сильно нажимать. То есть я думаю, меня продуло где-то. Значит, стало, я потихоньку-потихоньку давила, но надо продолжать. То есть он сказал, что обязательно надо продолжать, просто не сильно давить. И постепенно вышло комок боли. И с той поры у меня ухо это вообще никак не болит. А до этого периодически тянуло и болело. То есть хроническое воспаление было. Но он сказал, что в течение шести месяцев практически все хронические болезни покидали тело. Если какие-то, то типа бронхиальная астма, ещё что-то. Немножко больше надо, может быть, год-полтора-два. Но вот такие вот, какое-то хроническое воспаление, это в течение шести месяцев всё уходит. Но у меня даже это ушло. Вот первое, буквально через четыре дня пошло симптомы, через две недели нормальные уши были. Итак, мы кладём большой палец за ухо, а вот пальчики сюда. Совершенно всё спокойное. И вот так даже делаем подтяжку. Вот это вот раз, два, три, четыре. То есть туда-сюда это одно течение. Всё лёжа мы делаем. Это всё лёжа мы делаем, да. И когда мы это сделали, в этот момент даже, я даже сейчас немножко вспотела. Почему? Хотя, кстати, я сижу и ничего особенного не делаю. Почему? Потому что в этот момент идёт очень горячие потоки энергии. Прямо они вот это место всё питают и оздоравливают, поддерживают. Всё лёжа, глоточное кольцо и среднее ухо, внутреннее, наружное, тем более. Дальше что происходит, вернее, что нужно делать. Мы кладём правую ладошечку на лоб, левую сверху. И начинаем вот так вот от виска к виску. Можно касаться, можно не касаться. Но, он говорит, если вы хотите, чтобы морщины разгладились, то тогда надо касаться. Надо. Тоже вот туда-сюда одно движение. Вот два. Вот три. Тоже 30 секунд, 30 движений. Здесь происходит оздоровление всех пазух носовых. И работа над гипофизом идёт. Затем, что мы делаем. Последняя часть у нас, седьмая, главная, она вот здесь находится. На расстоянии примерно 4-5 сантиметров от макушечки. И поэтому мы летаем над головой. Правая ручка вниз, левая всегда сверху. А толпа, раз. А, подушечку немножко вот так загнуть, чтобы голова была, так, немножко на весу. Раз, два, три, четыре, пять. И так также 30 раз. Затем зависаем. Зависаем. Кстати, у кого давление, очень хорошо нормализуется давление. И повышенное, и пониженное не играет поле. Оно просто нормализуется. Катушка к ушку. Раз, два, три, четыре. И так далее. Тоже до 30. При этом вот эти места также начинают очень хорошо подтягиваться. Идет работа суставная. Причем нежная, плавная работа суставная идет. И потом, я раньше не могла, у меня эта рука была дважды парализованная. Я ее вот так поднимала. После этой гимнастики, буквально через, ну, может быть, 3-4 месяца, у меня, я смогла руки вот так класть за голову и спать, так же, как я сплю, ну, в молодости, в 18-20 лет. Вот. То есть у меня рука это совершенно сейчас хорошая. Она была дважды парализованная. Так, дальше. Кладем на щитовидочку правую руку. А левой делаем такой вот до пупочка, такое движение. Тоже вот. Раз, два, три. И так, так же до 30 раз. И 30-й раз просто медленно сползаем на животик. И затем по животу, так же 30 раз. Вот. У кого какие-то хронические заборы, еще что-то, это все будет проходить. Вы даже не будете потом чувствовать, как это все произошло быстро. Вот так же 30 раз. Я вам гарантирую, что вот это сколько у нас получается, да? Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь раз под 30 секунд. То есть это буквально сколько у нас произошло? Четыре минуты, да? Четыре минуты. За четыре минуты вы просыпаетесь, становитесь очень активной, бодрой. И такая вот какая-то внутренняя, может быть, радость появляется. Какая-то гармония появляется ни с того ни с сего. Потому что когда у нас все железы нормально работают, то внутри у нас достаточно благоприятное положение энергии. Вот. И вы это начинаете чувствовать по своему, просто по ощущениям своим. Дальше вы ложитесь. Я не знаю, конечно, но лечь. Лечь. Так, я, правда, единственная в юбке. Так, да, секунду, а уж мне сделать. Да, да, вот так. Я надеюсь, в пробу не будут идти в гимнастику. Только вам. Не будут. Вот. Вы лежите и ручки, и ножки. Можно помочь эти. Вот так вот. Суставчиком. А, ну вы просто ноги не поднимайте, я скажу, что ногами то же самое. Нет, я сейчас. И вот так вот мелко-мелко потрясти. Это работа. С воздушными каналами и мелкими кофелярами. Если они у нас будут свободны, мы будем очень активны в движениях своих. Потому что питание будет везде выступать, во всяком случае. Ноги давайте не будем, на всякий случай. Не будем. Ну, на всякий случай. Ну, точно так же мы поднимаем ножки. Ножки поднимаем. Так же голеностопными суставами вращаем. Тянем их немножко. И точно так же мелко трясем. Точно так же. Вот. После этого садимся, садимся и начинаем растирать стопы. Ну, я одновременно делаю даже. То есть, если стопы сухие, нужно самое лучшее оливковым маслом их смазать. Хотя можно любым маслом. И топленым, и сливочным, и растительным. Ну, а оливковое, это самое-самое лечебное масло. То есть, вот так вот. При этом вот так вот можно даже ножки. Это хорошо для суставов будет. Так же вот так вот можно поменять ножки. И с другой стороны так же вот растереть. Вот такие движения. Причем вы тоже трете, и вы чувствуете, где у вас здесь что. Если что-то поваливает, вы можете немножко вот так вот массирующими движениями понажимать. Вот так. Просто понажимать. Вот. Так же благоприятно потом можно сесть. Вот. И просто для работы со своей лимфосистемой. Вот так вот вверх все. Вверх. Не прямо, а вот эти шапки. Сбоку. Боковые поверхности. Вот. Суставчики тоже можно смазать. Вот ручки также. И вот эти вот места. Это работа с лимфосистемой своей. Легкими такими движениями сажены. Вот. Все. Спасибо. Таким образом... Да, еще раз, что это дает? Да, что это дает? Это гормональная гимнастика. В первую очередь дает нормальную работу всех желез внутренней секреции. Вот. И поэтому люди, особенно которые не следили за своим здоровьем, или, может быть, неправильно, недостаточно следили, вот, они смогут очень быстро, в течение полугода восстановить достаточно приличный уровень своего здоровья. А через несколько лет они увидят, что, оказывается, они без этого дня не могут провести. Причем один-два дня еще как-то можно, ну, где-то в пути, если мы, да, к примеру, я вот часто путешествую, то один-два дня, да. Но на третий день уже чувствую, что все, тело начало как будто, как я говорю, ползти. То есть стало, становится тяжело, как будто что-то на тебя наваливается, какие-то внутренние отеки появляются и так далее, глаза не так открываются. И гляжу я не так, я скорее тогда даже уже не жду утра, я начинаю это делать прямо в течение дня. Вот, и я уже мне легче, легче, но утром, утренняя вот эта зарядка, она не заменит ничто. Вы эти пять минут, пожалуйста, посвятите себе своему активному, так сказать, ну, и долгожительству, это во-первых, конечно, но самое главное, активной старости своей, не пассивной, а активной. Это настолько, и вы омолодитесь. Я, например, чувствую, у меня шестой десяток, а я чувствую себя достаточно, ну, я не знаю, если сравнить, если сравнить с моими годами, ну, где-то, может быть, 35-40 лет. Вот я так себя чувствую. А иногда еще наружу, это честное слово. Скажите, пожалуйста, а про перевернутую асану, что вы можете сказать, что она дает? Перевернутая асана, да, я в древнем учебнике йоги прочитала, которому 325 или 50 лет, как так. В самой первой буквально книге, там написано, что перевернутая асана, или свеча, или березка, или стойка на лопатах, что одно и то же, вот, оно, вернее, она, эта поза, она настолько благоприятная, что человек также, во-первых, продолжительность жизни увеличивается на 25-30 лет, и все хронические болезни, там написано так, что в течение полугода покидают тело. Единственное, к ней надо готовиться, то есть выживательность сначала, как бы, чуть похудеть, потому что очень полные люди не могут ее делать достаточно. Ну, хотя я была полная, я была 100 килограмм, а вот, и я ее делала. И там написано, что даже опухоли покидают тело. И вот в 99-м году, когда я взяла билет в один конец в Святую Дхаму, чтобы там, как бы, умереть, потому что у меня была опухоль вот такая, огромная, 12 сантиметров, вот. И я просто взяла билет в один конец и уехала. И я ее делала, ну, мне сказали, вы должны все равно бороться за свою жизнь. И я делала перевернутую асану, я соблюдала икадыши сухие, делала перевернутую асану, и вокруг Самахи Прохпада читала Махамаду Харе Кришны. Больше у меня сил ни на что не хватало, как бы. А как вы ее, с какой очередностью, по очередностью, как ее делать, перевернутую асану, сколько времени? Вот, и когда я через полгода приехала из Индии, у меня этой опухоли не было, и меня гинеколог отправила, говорит, что у вас-то у вас ничего нет. Вот так что, как бы, Господь меня здоровил, как я могу, как я могу, как я вернул к жизни. Вот, и перевернутая асана, она, что делает? Вот у нас здесь вот солнечная энергия, здесь лунная. И когда мы делаем эту стоечку, то эти энергии, они начинают взаимоперетекать и оздоравливать друг друга. И каналы, крупные каналы, настолько быстро начинают восстанавливаться, а это достаточно сложный процесс, если кто знает. Достаточно сложный процесс. Потому что даже вот мы потрясли, вот мы уже мелкие восстановили пути воздушные. А вот чтобы здесь восстановить, это надо постараться, потрудиться, пранаямой заниматься и так далее, очищениями всякими. А здесь всего лишь это перевернутая асана, причем одну минуту держите, ножки вверх себя подерживая, под лопатки. Вот, и одну минуту обязательно надо лежать, чтобы не было артостатического коллапса, то есть реакции с стороны сосудов. Поэтому вот это вот обязательно надо соблюсти. Если 5 минут стоите, 5 минут лежите, 15 минут стоите, 15 минут лежите. Единственное что, так как надо начинать с полминуты или с одной минуты, постепенно, постепенно, в течение недель нужно довести до 15 минут. И если уж совсем вы себя хорошо почувствуете, через полгода только можно 30 минут. Но это мало кто, это кто йогой занимается, они вот 30 минут стоят, потом 30 минут лежат. Вот на этом этапе, на этом этапе старение написано замедляется на 25-30 лет. Поэтому можно сделать два приема, утром 15 и вечером 15, естественно натощак. Естественно натощак.